В этом видео я приготовлю с вами блины в честь масленицы и отвечу на ваш вопрос. Также отнесу посылку с моими изделиями на почту. Приятного всем просмотра! Всем привет! Меня зовут Валериан и в начале данного видео я бы хотела устроить небольшую распаковочку. И, скажем так, небольшая предыстория. Когда я отправляю свое изделие на полку, я кладу его в прозрачный пакет и кладу туда подложку. Для того, чтобы изделие выглядело более презентабельно, более ярко, чтобы его замечали. И, конечно, с обратной стороны имеется мой QR-код на группу ВКонтакте. В общем-то, я уже печатала подложки, но дизайн мне уже разонравился. Для меня он уже устарел, и поэтому я решила распечатать новые подложки. Я сделала дизайн новых подложек, отправила в типографию, и там мне распечатали. Так как типография находится в другом городе, подложки мне отправили через ДЭК, и какое-то время нужно было подождать, пока они придут. И так как это была новая типография и новый дизайн, то я не знала, получится ли что-нибудь красивое из этого, или будет косячено. Это было немножко волнительно для меня, но в итоге подложки пришли, и они очень мне даже нравятся. Конечно, я уже посмотрела на них без камеры, но просто было очень сильно интересно. И вот, наконец-то, я показываю вам. Они были упакованы в большую коробку, и коробку я оставила в пункте воды Чиздека, потому что, ну, тащиться с ним было неохотно. Все подложки по 20 штук. Я распечатала, чтобы понять, подходит ли мне эта типография или нет. Это маленькие подложки 6х6 см, они для кругляшей. По-моему, они получились супер качественные, приятные, гладенькие, все вообще прекрасненько. Очень я довольна. Подложки побольше. У них немножечко другой дизайн, я решила добавить цветы, потому что уже началась весна, и близко лето, и как-то очень, вот, мне кажется, хорошо. Такая тема подойдет. Вот, именно, чтобы вот были цветочки. Еще в предыдущем видео я вам показывала большие пакетики прозрачные, и сказала, что это секрет, что туда будет помещено. В общем-то, рассказываю. Это я тоже заказала в типографии. Это открытки. Их тут 10 штук. Это был мой первый раз, когда я пробовала печатать открытки, и вообще их создавать, ну, именно вот такие. Так что я сделала попроще, и, по-моему, получилось очень прикольно. Вот еще материал такой. Не такой, как на... или такой же. По-моему, немножко разный, потому что я разные картоны выбирала. Ну, по-моему, получилась все равно очень миленькая такая, вполне простенькая, но очень красивенькая открыточка. Тут их 10 штучек, и я думаю, что большую часть я отправлю на полку, посмотрю, как там будет продаваться, а чуть-чуть оставлю у себя, чтобы, если вдруг люди захотят заказать какой-нибудь брелочек, изделие какое-нибудь, и вдруг они захотят еще и открыточку взять, потому что она будет стоить недорого. Я покажу вам, как выглядят изделия с этими подложками, и мы вместе упакуем кругляшей на полочку. А потом сходим еще, и отправим. Но это будет попозже, потому что сейчас мы еще отправимся на Балбрис, и в магазин, и в зоомагазин. Как вы видите, я уже дома. Купила эти очки наполнители вот такой вот. Наполнители, которых я обычно беру в наличии не было, поэтому я взяла этот, он подешевле. Смотрим, будет он нормальный или не очень. В зоомагазине мне еще предложили взять такие вот палочки. И... Если брать одну такую штучку, то она будет стоять пятьдесят рублей. А если берете две, то получается одна штучка будет стоить восемьдесят пять рублей. Факция один плюс один. Да, я взяла еще попкорн. Потому что он очень мне сильно нравится. Он стоит восемьдесят девять рублей, и поэтому я беру его не очень часто. Но он очень вкусный. Молоко. Печеньки в глазури. Шорты. Такой вот невероятнейший обзор покупок. До свидания. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, я собрала посылку и сейчас пойду на почту Коробочка такая большая, потому что я положила туда подставку для изделий На полку есть подставка лесенка, но ее одной не хватит Так как я буду делать еще больше Все это на лесенку не повесится Так что найду на почту, а потом буду готовить блинчики и отвечать на наши вопросы Ну что ж, думаю, можно начать готовить блинчики и я буду отвечать на ваши вопросы Лисы обязательно Молоко Яйца Дальше нужна мука Сахар Разрыхотили тесто Емкость, где мы будем все это мешать Немножечко соли Молоко надо подогреть, чтобы оно стало тепленьким Винчик, которым мы будем все мешать Добавляем 2 столовые ложки сахара Без горки Немного соли И еще немножко разрыхлителя Все делаю на глаз Так-то там пропорции должны быть соблюдены Давайте я пока отвечу на ваши вопросы Сколько ты работаешь с бисером? Своё первое изделие я сделала 8 октября 2022 года Это было сердечко Брелок и я его делала в подарок Так, нужно добавить 200 грамм муки Добавляю немножечко тепленького молока Когда ты начала продавать работы из бисера? Своё первое изделие на продажу я выставила 17 ноября 2022 года Ну, группу ВКонтакте выставила и в Телеграм-канал Так, добавляем, значит, теперь муку Какое хобби у тебя было до бисера? Увлекаешься ли ты чем-нибудь еще, кроме бисера? Сначала я рисовала на футболках и на шоперах Потом я начала лепить из глины А потом перешла и на бисер Я, конечно, до сих пор могу слепить что-нибудь из глины И не нарисовать там на шопере Пока к этому особо душа не лежит у меня Пока вот я плету только из бисера в основном Как ты начала плести из бисера? Перешла на бисер я в тяжелый для меня момент Когда у меня вообще не было продаж Никто не хотел покупать мои тарелочки из глины И тогда я очень разочаровалась в себе и в своих изделиях Мне ничего не хотелось делать И жизнь для меня была максимально печальной Но потом я увидела в Пинтересте фенечки из бисера И я очень загорелась этой идеей Они мне так понравились То я тоже захотела их попробовать сплести И в итоге сначала попробовала сплести фенечки Потом плоские фигурки Теперь потихонечку перехожу на амигуруми Так, давайте еще добавим молочка Дальше смешаем Тесто у нас почти готово Маслечко обязательно добавляем Так, ну, в принципе, тесто готово Оставим пока его отдыхать А я буду отвечать на ваши вопросики Итак, вопрос, который, видимо, очень многих интересует Это сколько же мне лет Мне не 12 Мне не 14 И мне не 16 лет Мне 22 года И это правда Очень часто люди говорят, что я выгляжу намного младше своего возраста Но когда люди говорят, что я выгляжу на 12 Это меня очень сильно удивляет Ты закончила 11 классов или 9? Я закончила 11 класс в 2018 году У тебя есть парень? Да, у меня есть парень И сегодня он будет есть эти бинчики Где ты покупаешь бисер? Раньше я покупала бисер в Леонардо Но там просто невероятная наценка Там очень дорого получается Поэтому я стала заказывать с Албориса и Озона Стала заказывать по 50 грамм Потому что это очень выгодно Чем, например, брать много пакетиков по 5 грамм Либо много пакетиков по 20 грамм 50 грамм намного выгоднее Но, к сожалению, не всегда есть цвета бисера по 50 грамм Хочешь ли ты начать плести амигуруми больше? Мне очень понравилось плести амигуруми Потому что сейчас плоские фигурки мне немножечко поднадоели А с амигуруми как-то вот поинтереснее Дела обстоят Поэтому я думаю, что я буду плести больше таких фигурок Так, думаю, тесто достаточно настоялось Теперь будем разогревать нашу сковородку Так, надеюсь, первый блин будет не комом Я добавила слишком много масла Ну ладно Все-таки первый блин комом Так, тарелочку Пожалуйста, отойди Так Куржатно На самом деле, первый блин очень даже неплох Вот он какой Да, я тут уже пролила Уже пахнет вкусненько Так, хорошо, хорошо, хорошо Отлично Первый блинчик готов Так, маслом пока не смазываем Опа Пока же рублины отвечу на следующие вопросы Почему у тебя настолько красивые фигурки, что от них сложно отрывать взгляд? Вы часто мне пишите в комментариях, в телеграмме И вот тут анонимные сообщения писали мне приятные слова В общем, спасибо вам большое Я стараюсь отвечать людям Но, конечно, я всем ответить не могу У меня же на канале теперь 3000 подписчиков Наконец-то я дошла до этого числа Около года, может быть, я шла с 2000 до 3000 И, наконец-то, теперь вот это произошло Спасибо всем большое, что вы на меня подписываетесь Ставите лайки Пишите комментарии Еще блинчик Чуть-чуть маслечка Чуть-чуть И кисточкой все это смажем А почему у меня такие красивые фигурки? Да потому что они сделаны с душой Покупайте их у меня Приветик, а ты еще любишь фигурки из глины? Сколько будут стоить открыточки с котиками? Открыточки с котиками я уже выложила вконтакте В товары И там они стоят 50 рублей В принципе, надо будет редактировать пост в телеграм-канале И тоже написать там, что открыточки стоят 50 рублей Да, а насчет фигурок из глины Вообще, просто так, для наличия я пока ничего не делаю Потому что не факт, что купят И я просто потрачу свое время Зря Поэтому я трачу свое время на то, что, скорее всего, купят А именно, это кругляши и другие амигуруми Но, конечно, на заказ я могу вам и тарелочку слепить И пепельницу И гриб большой могу слепить Все что угодно Только, конечно же, за адекватную цену Потому что раньше я очень дешево свои работы оценивала Блин Что за коварное место, в котором прилипают блины Готово Нет, я так не умею Вот такая вот стопочка блинчиков уже Сколько заказов? На самом деле, лично у меня заказывают не очень часть Больше всего покупают изделия на полке Ну, это связано с тем, что я непопулярный человек У меня очень мало подписчиков для магазинчика Конечно же, покупателей много и не будет С таким количеством подписчиков Но, тем не менее, я работаю сейчас именно для полки Чтобы продавать там свои товары Группу ВКонтакте и Телеграм-канал я, конечно, пытаюсь развивать, продвигать Но пока особых успехов у меня в этом нет Но, тем не менее, я рада, что я решила арендовать полочку Полочка, если что, в Екатеринбурге полка чудес Немножечко порвался блинчик Ну, блинов уже прям побольше И тесто заканчивается Ну что ж, готовится последний блинчик Скоро будем пробовать Ну, такая неплохая стопочка, я считаю Конечно, я их всех пережарила, потому что болтала Они все равно вкусные, я уверена Ну, такие Это реально вкусно Конечно, тут чувствуется кукурузная мука Но, тем не менее, блины получились отличные Так что всех смасленицей, всем спасибо за вопросы На этом, думаю, видео я закончу Всем пока У меня никогда не получали супер мягкие блины Ну и ладно Субтитры сделал DimaTorzok